Всем большой-большой привет! Сегодня я хотела бы с вами поговорить о единственном, наверное, представителе ароматов пряной группы в своем парфю-гардеробе. Им оказался аромат от Дома Шанель, Коко Шанель. Аромат у меня в версии Eau de Toilette, и я расскажу, почему он оказался у меня именно в этой версии. В одном из своих видео я как-то говорила о том, что в далеком прошлом, еще в своем детстве, на меня огромное впечатление произвел аромат от Saint Laurent, опиум. И когда я купила уже современный опиум, я поняла, что он растерял огромное количество своей красоты, что упрощение вот этих компонентов не пошло ему на пользу. Он стал звучать, я даже могу сказать, дешево. В нем появились какие-то такие нотки, отталкивающие, от которых мне физически становилось даже как-то плохо, хотя я никогда не страдаю подобными реакциями на парфюм. Ну, в каком плане? Мне начинало подташнивать от него. Что-то добавлено такое, что просто, не знаю, неудобоваримое. И, кстати, та же самая история у меня случилась с ароматом Lutenza Arabi. И такая же реакция у меня была на слойник кинзо. То есть вот эти ароматы, они настолько перенасыщены вот этими вот специями, что от них создается впечатление, будто бы тебе под нос повесили на эти мешочек, набитые специями, раскрыли его и не убирают вот дальше одного миллиметра от носа. И вот такой, как бы, насыщенный вот этот вот флёр вызывает вот такую реакцию у меня. Но всё же мне очень хотелось... Мне всегда вот манили ароматоподобные группы, но вот так, чтобы носить на себе, мне было сложно найти что-то. И случилось так, что когда я тестила, вообще впервые подошла к ароматам Дома Шанель, это было уже в таком сознательном возрасте, и, конечно, я оставлю всё в сторонке, там, Шанцы и Коко Мадемуазель, там, Зелёный Кристалл, Алюры. Меня интересовали более старые, как бы, ароматы, чтобы могло бы мне понравиться. И вот именно Коко мне понравилось как-то сразу, то есть безо всяких там каких-то таких моментов, что, ну, может быть, когда-нибудь. Нет, вот мне этот аромат сразу пришёлся по душе. Единственное, я поняла, что версия парфюмированной воды всё-таки тяжеловата, и она звучит очень грандиозно, очень помпезно, мало применима к такой повседневной жизни, что для неё, конечно, нужен какой-то особенный случай, нужен какой-то особенный образ, или чтобы она совпадала с образом, к коему я, допустим, не соответствую, ну, на мой взгляд. И у меня вот этот был такой момент, эпизод в жизни, когда я встретила такое некоторое несоответствие именно вот этому парфюму. Это случилось, ну, ещё давно, когда, в общем, мы ездили в Крым через Украину, там, в году 2010-м, и вот на таможне зашла женщина, это было часов в 9 утра, очень такая крупная, статная, высокая, чёрные, длинные волосы, огромный такой макияж, намакияженная вся, и она была одета в такой бушлат, как бы военные таможенные, была зима, и от неё шёл очень крепкий такой плотный шлейф коко. Дело в том, что этот аромат очень такой характерный, и его спутать, ну, наверное, сложновато будет. То есть вот в версии парфюмированной воды он очень такой яркий, и я его, в общем-то, узнала. И вот, вы знаете, вот этот вот утренний такой удар в нос вот этим вот ароматом, и вообще вот этим образом, да, я её запомнила, потому что, ну, это была такая, как, знаете, вспышка. Аромат очень красивый, но всё-таки некоторая неуместность ощущалась. То есть гораздо более, наверное, это бы всё смотрелось в какой-то другой обстановке, и не в это время, ни в агоне-поезде, ни в военном бушлате, ну и так далее. Но, как бы, красота этого аромата меня манила. И вот версия туалетная вода, в общем-то, оказалась как раз тем варианта, я сейчас её нанесу, который мне подошёл, потому что здесь пирамида, в общем-то, у них мало отличаются пирамиды, я сейчас не буду её зачитывать, там буквально какие-то немножечко разные цветы, такие апанаксы, лабданумы, цветы, есть всё и там, и там. Бабы тонкие, я имею в виду это уже в шлейфе, в обе жится кориандр, в обе версиях есть гвоздика, но версия туалетная вода звучит более шершаво, более с такими сухими специями, и это ощущается именно в шлейфе. То есть у неё шлейф гораздо более, как бы вам сказать, не то чтобы универсальный, но, так скажем, благородный, он разрежен, нет вот этой излишней плотности, нет такой убойности, нет каких-то слишком сладковатых каких-то вот таких нот, которые бы могли бы, знаете, быть неуместными днём, допустим, или в какую-то тёплую погоду. Я даже надевала его летом, и, кстати, летом звучит изумительно, и шлейф от него сухой, пряный, он шлейфит вот этим кориандром с гвоздикой, но гвоздика не противная, одеколонистая, дешёвая, знаете, как вот в опиуме сейчас стало, а она довольно-таки мягкая. Я запах гвоздики вот такой не люблю, который вот, который отдаёт какой-то, я не знаю, одеколонистость. Тут нет, тут настолько всё смягчено, очень красивые цветы вплетены во всё это, и в то же время они не слишком такие пышные, душные. Да, возле места нанесения может быть, особенно поначалу, это будет ух. Но в шлейфе, шлейф получается достаточно, достаточно суховатый, несладкий и специевый. И мне это очень нравится. Сразу же этот аромат становится более таким осибельным, и его можно даже надеть вот с обычным там чёрным свитшотом, джинсами и балетками, если в небольшом каком-то количестве брызнуть под любой даже casual вид. То есть совершенно не нужно для него что-то там, какой-то особенный случай или что-то такое. То есть довольно, это у меня компьютер, извините, довольно такой, довольно классный и современно звучащий пряный парфюм. Кстати, я искала как-то вот подобную версию аромата, ну, вернее, не подобную версию, подобного плана аромат, и даже просила помочь мне в этом плане. Мне не так много подкинули, даже из ниши. То есть были там какие-то варианты, по Тесити Теорему Фенди, Тауэр как-то, парфюм я уж забыла. В общем, не так много. То есть он в своем роде достаточно их таких ароматов раз-два и обчелся. Поэтому, если вам нравится вот такая, как бы вот эта группа, то можно даже особо, мне кажется, не заморачиваться поисками среди дорогущей ниши, а посмотреть на наш старый Добрый Люкс, и там такие порой встречаются интересные находки. Просто нужно найти свою концентрацию, свою дозировку. И, в общем-то, как любят говорить, и будет вам счастье. Вот. Что еще я хотела сказать об этом аромате? Да, он мне в какой-то степени стал заменой вот этого желания иметь опиум. У них есть какие-то перекликающиеся такие моменты, потому что мне вообще нравятся такие ароматы, которые уносят немножечко в прошлое, в приятное прошлое, когда наши родители были молоды, когда все было, ну, такие какие-то приятные, щемящие воспоминания своего детства. И я такие парфюмы люблю и уважаю, и, в общем, у меня не поворачивается язык назвать их какими-то старушечами или еще там какими-то, не знаю, кто что вспоминает. Мне есть, что вспомнить хорошего, и поэтому я говорю им только да, таким ароматом. Вот. И, в общем-то, Coco Chanel в туалетной воде стала для меня вот такой вот находкой в этом плане. Но, с другой стороны, я ни в коем случае не призываю вас покупать этот аромат, тем более без атеста, потому что он достаточно сложный, он звучит достаточно классически, можно даже сказать традиционно, то есть это не такое там какое-то, знаете, супервкусняшка или что-то. Для кого-то может и версия туалетной воды оказаться крайне тяжелой. Не знаю, но потому что уже я обратила внимание, мне написали под видео, правда, этот комментарий почему-то не высвечивается, и я не могу на него ответить, что вдохновил мой, ну, не знаю, обзор, выжить бы как-то не обзор, но я сама его случайно оговорилась и так назвала «Об Оде Шалемари». И девушка купила себе этот парфюм, очень довольна, покупала вслепую, он ей очень-очень понравился. Я рада, что случилось именно так, что эта покупка вас порадовала, но я ни в коем случае не призываю никого покупать эти же самые ароматы, потому что, конечно же, это все очень индивидуально, и любой парфюм нужно применить к себе, как он будет звучать именно на вашей коже, как его воспримите именно вы, потому что вот я же говорила о том, насколько, допустим, мне казались неприятны вот эти парфюмы типа кинзу слона или арабилитона. Он узнает, может быть, и вот этот аромат у вас вызовет подобные же ощущения, хотя здесь как раз-таки убрали вот это ощущение, знаете, подвешенного со специями мешочка под носом, то есть здесь настолько все сбалансировано именно вот в этой версии, что просто отлично, отличный аромат. Вот такие вот дела у меня обстоят с Коко Шанель. Вообще я хочу, наверное, немножечко вас попросить вашего внимания. Я оставлю под видео те ароматы Шанель, которые у меня есть, а вы мне, пожалуйста, напишите, на какие ароматы вам было бы интереснее всего поболтать. Поэтому обязательно напишите мне эти комментарии. Всего вам самого доброго. Пока!